Можем ли мы использовать написанные на бумаге аяты Корана, будь то аят уль-Курси или любой другой аят, как талисман, и надевать его на шею или вешать в машину, надеясь, что он даст нам защиту или принесет барракад? Мы находим, что некоторые из подвижники дозволяли это. Самая известная из них это Аиша, да будет доволен ею Аллах. Достоверно передается, что когда кто-либо из ее родственников болел, к примеру, когда болели дети или внуки Асмы, ее сестры, Аиша, да будет доволен ею Аллах, брала некоторые написанные аяты Корана и клала их им на шею. Видается, от Абдуллаха ибну Амра ибнуль Аса, да будет доволен им Аллах, что он разрешал использовать физическую копию Корана в качестве исцеления. Он объяснял это тем, что Коран это и есть исцеление. Как говорит Аллах, это исцеление того, что в груди, неважно его читают или он просто физически написан на бумаге. Также передается, что некоторые сподвижники дозволяли носить аяты Корана на шее детей, чтобы защитить их от дурного глаза. Таким образом, дозволенность этого способа передается от некоторых сподвижников. В то же время, передается от других сподвижников, таких как Абдуллах ибну Масуда, будет доволен им Аллах, что он не дозволял ношение Корана в качестве защиты. Он говорил, что это не подобает величию Корана, чтобы его носили лишь в качестве защиты. Таким образом, мы видим в этом вопросе небольшое разногласие еще со времен сподвижников. А именно, дозволено ли нам использовать Коран как талисман в качестве защиты или нет. Исходя из этого, можно сказать следующее. Первое. Использование копии Корана как физический источник благодати и защиты не может считаться ширком. Это не широк. Вопрос в другом. Будет ли это должным этикетом по отношению к Корану, если мы будем использовать Коран только как источник защиты? Является ли это адабом по отношению к Корану? Некоторые сподвижники сказали да, а некоторые сказали нет. Нет сомнений в том, что сам пророк, саллиллаху алейхима салям, не использовал физическую и написанную копию Корана в качестве защиты. Поэтому лично я, и это мое личное мнение, склоняясь к мнению Ибн Масуда, да будет доволен им Аллах. Однако мы не можем порицать сторонников другого мнения. Поэтому мое личное мнение таково. Это не совсем правильное действие. Вместо этого лучше сами читайте аяты Корана. Однако я не буду порицать или говорить, что неправильно носить копию Корана как талисман или в бардачке машины. И это точно не является харамом и тем более ширком. Поскольку обращение за помощью к Корану, будь это чтение его, прослушивание его, это акт поклонения. Однако, по моему скромному мнению, носить Коран на шее или держать его в машине в качестве защиты – это не лучший способ. Уважаемый человек, второй вопрос. Каково положение амулетов, которые вешают на стену, на шею, а также каково положение амулетов связано с аятами Корана? Насчет амулетов приводится хадис от Ибн Мас'уда да Будет доволен им Аллах, в котором пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине запретное заклинание, амулеты и привораживание являются ширком, поэтому их подвязывание относится к ширку». Но ученые проводят различия между разными видами амулетов. Одни амулеты бывают из Корана и Сунны, а другие – из чего-то другого. Что касается тех, которые не из Корана, а Зкаров и Сунны, то их подвешивание относится к малому ширку. То есть это считается малым ширком, если человек считает их средством для получения пользы или отстранения вреда. Если же он считает, что эти амулеты помогают сами по себе, независимо, что они независимо от Аллаха приносят пользу или действуют сами по себе, а не просто как причина или средство, то тот, кто их подвешивает, совершает большой ширк. Итак, если он вешает их просто как средство или причину, то это малый ширк, а если вешает и считает, что они помогают сами по себе, то это большой ширк. Что касается амулетов из Корана, то от ученых приводится, что это не ширк, но запрещено. Запрещены они из-за общих слов пророков, поистине, запретное заклинание, амулеты и привораживание являются ширком. Как передается от сподвижников, да будет доволен имя Аллах, что они считали, что все амулеты запрещены, неважно, из Корана они или не из Корана. Они запрещали любые амулеты. Подвешивать Коран с целью защиты от вреда не дозволяется. Подвешивать азгары, чтобы защититься от вреда, тоже не дозволяется. И благодать Корана в его чтении и действиях сообразна тому, что в нем, в его чтении нараспев и размышлении над ним. Благодать в том, чтобы сделать его шариатом и законом, судьей и разъяснением для мусульманина. Что касается ситуации, когда его вешают в машинах или дома, то это не дозволено. Это одно из запретных дел. Также и азгары относятся к запрещенным амулетам. Что касается амулетов, которые не из Корана и Сунны, то это малый ширк. И подробности об этом я только что разъяснил. Анатолий 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 А.